Давайте подключим к нашему разговору Олега Жданова, военного эксперта, чтобы разобраться в этом вопросе еще детальнее, что же происходило в Еленовке. Олег Владимирович, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть. Вчера целый день обсуждали, конечно же, этот вопрос, но тем не менее, сегодня уже следующий день, а вопросы по-прежнему остаются, потому что международные организации реагируют неоднозначно, нет конкретных выводов. Пожалуйста, ваше мнение о том, что произошло вчера в Еленовке. Дальше следующие вопросы. Судя по характеру взрывов, обожженным телам, я верю нашим специалистам, криминалистам, которые не первый день работают в этой сфере, то взрывы были внутренние. И даже перехват, который вы только что показали, свидетельствует о том, что град служил только прикрышкой самих взрывов. То есть под видом стрельбы Града они имитировали обратный эффект. То есть град улетал, а по идее, как они говорят, он должен был прилетать. И под шум стрельбы Града производились заложенные заранее взрывные устройства, приводились действия внутри самого помещения. Так что вот примерно такое. Я думаю, что это был целенаправленный террористический акт. Единственное, что здесь надо точно разобраться, сколько человек было там у мертвых на момент подрыва. То есть по некоторым выводам туда могли снести тела тех, кого замучили в пытках и раненых, которые были тяжелые, чтобы не возиться с ними и не продолжать это лечение, требующее, допустим, квалифицированной медицинской помощи. Вот они могли просто совершить этот теракт с целью их убийства для того, чтобы облегчить себе задачу. Ну и, наверное, еще одна из целей оккупантов была подрывать репутацию и перебросить тень на вооружение, которое поступает в Украину. Это само собой разжигание ненависти и дискредитация вооруженных сил Украины. Это идеологические или информационно-психологические задачи, которые ставились в этой чистейшей воды информационно-психологической операции, направленная на дискредитацию Украины, на дискредитацию наших вооруженных сил и разжигание ненависти среди нас, украинцев. Олег Владимирович, вчера по итогам этого теракта, естественно, оперативное совещание провели в офисе президента. И при присутствии главы государства и других управленцев силовых ведомств, главных Украины, было обращение, в том числе, к международным организациям и ООН. В том числе, но мы знаем, что и Красный Крест сейчас требует, насколько нам известно, доступ к Еленовке. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что все доказательства преступления останутся, и Красному Кресту действительно удастся увидеть там нечто большее, что потом станет доказательной базой, как раз, возможно, в ГАГе или в других судебных инстанциях? Все зависит от желания, и даже не от возможности, а от желания. Дело в том, что есть у Красного Креста такие возможности провести более-менее независимое расследование. В качестве примера я вам напомню трагедию в Иловайске в 2014 году. Так вот, Красный Крест и Комитет по правам человека доказали, доказали, подчеркиваю, 80 случаев добивания наших военнослужащих ранеными, на поле боя со стороны российских военнослужащих. Я не знаю, почему Украина не воспользовалась этим до сих пор, но в ООН есть доказательства вот такого зверского отношения к раненым на поле боя. То же самое здесь. Если желание будет, Красный Крест все может провести. Тем более, насколько я понял из перепалки словесной между ООН и Украиной, точнее, сложение оружия и выход с заботы Азов-Сталь, в том числе, был под гарантией организации объединенных наций. Очень хочу посмотреть, как генеральный секретарь ООН опять будет жать руку Путину, и что он скажет, если это правда, что ООН и Красный Крест давали гарантии безопасности наших плен. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему именно вот в эти два дня весь мир увидел кадры особенной жестокости россиян по отношению к украинским военным? Офис генерального прокурора заявил о начале уголовного производства. Из-за видео, на котором... Я не буду конкретизировать, да, мы понимаем, о чем мы говорим. Это видео, которое появилось позавчера. На котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленника в форме военнослужащего вооруженных сил Украины. Расследование ведется по статье нарушения законов и обычаи войны. Это понятно. А как вы считаете, почему вот именно в эти дни такая агрессия и такая активность, жестокость? Я думаю, что это, знаете, это информационно-психологическая война и политическая война. Российской Федерации надо максимально дискредитировать нас или максимально принудить нас к переговорному процессу. Несмотря на все движения войск, которые они сейчас пытаются организовать, это, знаете, такой последний прыжок перед оперативной паузой. Им очень нужно перемирие. Очень. И вот таким образом они пытаются нас запугать, что надо садиться за стол переговоров, что война очень жестокая, что они могут делать все, что угодно, их никто не накажет. И мы должны садиться и договариваться с ними, как мы будем жить дальше. Я думаю, что это элемент политического давления и шантажа, террористического шантажа нашей страны. Олег Владимирович, вас как специалиста по артиллерии и как человека, который знает почти все про РСЗО «Хаймарс», который мы обсуждаем последние месяцы, хочу спросить. Вот Американский институт изучения войны, нам всем известный, реагируя на убийство военнопленных в Веленовке, заявил, что кадры, которые опубликовали пропагандисты даже из РИА Новости, свидетельствуют о последствиях пожара. И подобных следствий после попадания снарядов «Хаймарс» не может быть. Расскажите, пожалуйста, вот действительно, насколько на это можно обратить внимание, в том числе военным экспертам международных организаций. Кстати, следы от пожара очень часто возникают при стрельбе реактивными снарядами. Вот именно градовские снаряды часто вызывают очаги пожара при их применении. Что касается «Хаймарсов», то тут не надо никуда ходить и ничего доказывать. Дело в том, что в каждой пусковой установке «Хаймарс» стоит решающее устройство, которое определяет данные для стрельбы. И, естественно, оно заносится в память. Можно снять, ну, как бы есть поставщики, может приехать тот же «Красный крест», и можно снять данные с каждого компьютера, каждой пусковой установки. Вы узнаете, куда улетел каждый снаряд. Поэтому тут даже, на мой взгляд, нет смысла описывать, какой характерный взрыв для снаряда «Хаймарс», какой не характерный. Ну, кстати, вы абсолютно правы, что снаряд «Хаймарса» работает в основном на фугасное действие и не вызывает пожара. Он имеет более разрушительную силу, и основной поражающий фактор – это ударная волна. То есть в любом случае представители международных организаций могут просто попросить у официального Киева данные, правильно? Да, с каждой пусковой установки мы снимем данные по каждому снаряду, потому что это высокоточная система, и она определяет точку падения каждого снаряда и запоминает. Спасибо. Да, очевидно, поводов для того, чтобы нервничать у Российской Федерации становится все больше. Вот министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об итогах разговора с американским коллегой Ллойдом Остином, и речь идет о новых поставках вооружения. Можно ли понять, что это будет, и с чем придется теперь работать и воевать против оккупанта украинским военным? Ну, насколько я знаю, у нас сейчас животрепещущий вопрос, который до сих пор находится в дискурсе – это предоставление нам оперативно-тактических ракет «Атакмс» для пусковых установок «Хаймерс» и ее аналогов. Скорее всего, этот вопрос может быть ускорен. Причем обе палаты парламента Конгресса Соединенных Штатов поддержали идею передачи нам этих ракет. Так что это может сейчас просто ускорить этот процесс. Вот этот жестокий теракт может ускорить процесс предоставления вооружения Украине новых каких-то типов вооружения или видов боеприпасов к уже имеющемуся вооружению. Так что здесь это сыграет абсолютно в противоположную для Российской Федерации сторону. Вместо запугивания они получат еще один скачок в плане огневых возможностей вооруженных сил Украины. Олег Владимирович, а расскажите, пожалуйста, про этот вид вооружения. Довольно необычно читать про такие новости. Германия решила передать Украине 16 танков для наведения переправ. Вот такие вот фотографии мы сейчас покажем нашей аудитории. Будьте добры, расскажите... Инженерно-мостовокладчик. Расскажите, пожалуйста, где они будут использоваться и, ну, собственно, в чем нам это поможет? То есть это наведение переправ для форсирования Днепра от других рек? Правильно я понимаю? Нет, но у него длина мостового пролета, там, по-моему, до 20 метров. Дело в том, что это инженерные машины, которые помогают войскам преодолевать какие-то препятствия, естественные препятствия, овраги, овраги глубокие, эти самые небольшие речки. Эта машина заходит и разворачивает над собой мост и соединяет, допустим, две стороны оврага. И войска вместо обхода этого оврага просто идут через него. Эта машина из боевого... Инженерное обеспечение является боевым обеспечением видом боевых действий войск. И они очень часто используются, особенно когда ландшафт местности довольно сложный. Олег Владимирович, ну и так, скажите, пожалуйста, это для наступательной техники, правильно? Не оборонительная? Или нельзя так... Ну, в принципе, да, потому что если мы идем за отступающими войсками, то, как правило, отступающие войска всегда уничтожают за собой все мосты, пытаются создавать какие-то препятствия, зоны сплошных разрушений. Вот для этого используются эти инженерные машины, для преодоления вот этих вот зон разрушения, разрушенных мостов и так далее. Ну вот как раз о том, как будут происходить боевые действия в ближайшее время, хочу вас спросить. Алексей Ристович в вчерашнем стриме сказал о том, что 5-6 августа российская группировка будет готова к началу боевых действий на юге, потому что именно туда перекидывают сейчас основные силы, понимая, что мы, возможно, будем как раз контрнаступать через этот регион. Скажите, пожалуйста, чего нам ожидать? И вот действительно, если 5-6 августа группировка будет готова, с чего начнется боевые действия? Ну, скорее всего, они начнутся с того, что они попробуют выровнять фронт и продвинуться в направлении Николая. Я прошу прощения, у нас со звуком в эфире все... Есть небольшая проблема. Да, пожалуйста, Владимир Владимирович, все в порядке, продолжайте, пожалуйста. Да, смотрите, я так думаю, что они попробуют после того, как они завершат формирование группировки, они попробуют выровнять линию, то есть восстановить то, что они потеряли за этот месяц. И это первое. И второе, скорее всего, попробуют продвинуться в направлении Николаева. Скорее всего, Николаева, потому что это направление вдоль побережья, и они же хотели нас отрезать от Черного моря. Но я так думаю, что здесь не столько может быть глубинная сама операция, то есть пойти на 300 километров в глубину туда, дальше на Вознесенск и Одессу, на это сил недостаточно. Это очень маленькая группировка. Но нанести нам максимальное поражение и постараться отодвинуть линию фронта от Херсона и вообще от Днепра, то есть расширить плацдарм на правом берегу, вот это будет, скорее всего, основная задача этой группировки войск. Судя по тому, как они туда переправляются, несмотря на то, что... Я думаю, что они прекрасно должны понимать, хотя бы в Генеральном штабе России, что это может стать ловушкой, потому как основной мост разрушен, остальные мосты под огневым воздействием, и это может захлопнуться, как только они туда зайдут. Они навели понтонный мост возле Антоновского моста, они используют баржи для переброски войск, то есть они всеми силами идут на правый берег. Впоследствии эта мышеловка может просто захлопнуться. Ну и мэр Харькова также сообщал о том, что Харьков готовится к обороне. Игорь Терехов об этом говорил. Скажите, пожалуйста, что по харьковскому направлению вы видите? И вот эти вот сообщения, которые интересуют, конечно, жителей этого региона, в первую очередь, возможно ли штурм Харькова, или же это будет просто отвлечение, опять-таки? Это будет, скорее всего, второй удар. Это будет отвлекающий удар, но целью... Ну, во-первых, скажу сразу, что до Харькова дойти там, даже с тех резервов, которые они там держат, ту же 144-ю дивизию танковую, им будет недостаточно для того, чтобы дойти до Харькова. И целью этого удара будет сковывание сил обороны Украины именно на харьковском направлении. Плюс, возможно, возможно, усиление. Сейчас они перебрасывают из-под Валуйки, там у них небольшой резерв скопился, они будут перебрасывать его, скорее всего, в район Изюма. И попробуют еще один отвлекающий удар нанести на Славянск. То есть они пытаются поставить вооруженные силы Украины на большую растяжку. Харьков, Славянск и Херсон. Вот три. Херсон, скорее всего, будет направлением главного удара. Спасибо вам огромное. Олег Владимирович Жданов, военный эксперт, был на Freedom. Я вам благодарю за ваше мнение и аналитику. Продолжение следует...